Всем привет, меня зовут Сергей Отчик и сегодня будет видео о том, как я готовился на чемпионат России по армрессингу 2020. Поскольку тренировочного материала все равно скопилось достаточно много, а вы такие видео любите и просите, то получайте. Приятного просмотра! И начнем мы, конечно же, с углов. На данном видео я выполняю подъем гантели на бицепс со стола, но при этом я использую резину как вертикальную нагрузку и дополнительный вектор тяги на руку. Тем самым я получаю чуть более приближенное движение к борьбе, нежели если бы просто поднимал гантель на бицепс. Вес гантели здесь 60 кг, но учитывая резину, делать гораздо сложнее. Для сравнения, чтобы вы понимали, в этом упражнении без резины я поднимаю 70 кг. У тех, кто следит за моим каналом уже достаточно давно, могло сложиться впечатление, что я в основном тренирую углы и меньше передаю значение кисти. Что на самом деле является неверным, ибо тренирую все в одинаковой степени, но, к сожалению, снимаю в основном только углы. Не знаю почему, может потому что это эффектнее, чем работа на кисть. Хотя кто ее знает. А в данном случае я работаю в классическом подъеме на бицепс, только в коротких углах. В классическом для армрисов я имею ввиду. И в данном случае вес штанги составляет 80 кг. Скромная, но для моего веса ничего, пойдет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Также во время подготовки я делал одно из моих любимых упражнений, и, как я считаю, одно из самых эффективных в принципе на угол, а именно статика на бицепс. Обычно я не выполняю базу на подготовке, потому что я не люблю ее делать и не считаю ее обязательной в армрестлинге. Но в этот раз я решил добавить джим лежа ради эксперимента, и вот что получилось. Как результат, 110 на 2. Ну и 120 на 1. Кстати, почему жду комментариев о том, что вы жмете в раза 2 больше, чем я, и вообще я лох. Давайте вперед. Вниз, комментарии. Ну а вот нашлось видео, где я хоть и косвенно выполняю упражнение на кисть, а именно работу на широчайшую мышцу спины с акцентом на кисть. В этом упражнении кисть работает очень сильно, учитывая тот факт, что использую я ручку больше 60 мм. В одном-другом случае упражнение работать не будет. Но это не точно. То ли ручка была слишком крутящейся, то ли я был слишком слабый, но в этом упражнении не покорилось только 37 кг. В этой подготовке огромное внимание я уделял работе на боковую связку. Блок, на котором я сейчас выполняю упражнение, дает ощущение нагрузки куда выше, чем блок в моем обычном родном спортзале. Но тем не менее я осилю целую сотню, что для меня стало большим удивлением. О, мой бог! Вау! Ну и конечно же специфика на боковую связку. Кстати, выполняю я ее с помощью своей универсальной петли собственного производства. Рекомендую, ссылки будут в описании под этим видео. Ну и на этом все. Вот такое короткое видео. Надеюсь, вам понравилось. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...